Планета Земля. Континент Африка. Наши дни. Африка. За последние сто лет население этого континента увеличилось со 140 миллионов до более чем миллиарда человек. Спрос на землю под угодья для поддержания нужд растущего населения сократил естественную среду обитания вольных хищников Африки. Их пристанищем остались изолированные участки первозданных земель. На территории Южной Африки национальный парк Крюгера и соседние частные заказники занимают 20 тысяч квадратных километров. В этих диких землях последние оставшиеся хищники проводят свою жизнь так, как делали это веками. Это история о двух львинах-прайдах, соседствующих в очаге биоразнообразия Африки, которой мы зовем «Земля хищника». Земля хищника – львы. В начале 20 века лев был царем африканских хищников. За последние 100 лет популяция диких львов сократилась с 200 тысяч особей до 20 тысяч. В ближайшем будущем африканские львы будут истреблены на 92% от изначальной численности. Сегодня в крупнейших заповедниках Африки находятся всего шесть популяций численностью более тысячи взрослых львов. Две из них обитают в Южной Африке. Южная Африка – национальный парк Крюгера. В национальном парке Крюгера и пограничных частных заповедниках обитает жизнеспособная популяция численностью почти две тысячи львов. Некоторые из них кочуют в поисках прайда. Большинство члены устоявшихся прайдов с четко ограниченными территориями. Территория южно-африканской экосистемы Большой Крюгер – львиный рай, где идеальное редколесье саванны дополняет масса разнообразной добычи. Сотни прайдов заявили свои права на территорию в пределах этого парка. Они помечают границы собственным запахом. Но два прайда на западной границе парка населяют соседние территории. Одним правит пожилой самец. Вторым – три сестры, чей вожак погиб в схватке с африканским буйволом. Территория львиц – словно приглашение для юных кочевников, подыскивающих себе земли. Альянс трех сильных братьев узрел в этом шанс и поселился рядом. Юными львами они два года бродили по национальному парку Крюгера, набираясь сил и опыта. Теперь их мощный союз готов возглавить собственный прайд. Чтобы установить права на свое новое пристанище, они загоняют буйволенка. Однако братья недооценили жажду возмездия, вызванную убийством. Возглавляемая матерью буйволенка, стадо буйволов заставляет львов пуститься на утек. Они не готовы отказаться от добычи и дают отпор. Это противостояние Давида и Голиафа. Три льва против сотни разъяренных, вооруженных могучими рогами быков. В суматохе одна из буйволиц вместо льва атаковала тушу погибшего теленка. Подгоняемый адреналином в наступление пошел самец. Буйволы облизывают мертвого теленка в надежде его оживить. Но их попытки тщетны. После передышки братья объединяют усилия. Вновь они пытаются завладеть добычей. На этот раз удача на их стороне. Теперь они, наконец, смогут насытиться. 150 килограммов мяса более чем достаточно, чтобы восполнить их потребность в энергии. Львы довольно быстро разделываются с кушей буйволенка. В зоне экосистемы Большой Крюгер излюбленные добыча львов не мигрируют. Поэтому ареалы их обитания относительно малы по сравнению с территориями в заповедниках Масаймара и Сиренгети. Владения братьев занимают 200 квадратных километров. Земли по соседству принадлежат самцу-ветерану, который умудрился сохранить за собой территорию, несмотря на гибель брата от рук браконьеров, охотников за трофеями. Он – голова Прайда из двух львиц и нескольких разновозрастных львят. Они сторожат вход в нору бородавочника, куда они ночью загнали самку. Рано или поздно она попытается сбежать. Но в окружении голодных львов ее шансы на выживание близки к нулю. Львы непривередливы в еде. Они охотятся и убивают при любой возможности. Бородавочник – легкая добыча, на поимку которой не требуется много энергии. 75-килограммовая туша делится на порции, чтобы насытить всех членов Прайда. Взрослые львицы требуются около 9 килограммов мяса. Детенышам – меньше трети от порции матери. По сравнению с буйволом или антилопой куду, это скромная трапеза, зато доступная для всех. Даже самым маленьким удается урвать кусочек. Львы предпочитают охотиться в прохладное время дня или ночи. А темнота помогает им застать жертву врасплох. Львы тратят время и энергию на поиски крупного животного. Они загнали 800-килограммового буйвола. Общими усилиями львам удается повалить буйвола на землю. Львица впивается зубами и когтями в голову и нос и не отпускает, пока буйвол не испустит последний вздох. Награда в виде роскошного пиршества окупает ночные бдения. Через несколько дней новоприбывшая троица подчинила самок, которые годами хозяйничали на этой земле. Они образовали новый прайд и теперь охотятся сообща. Каждый из самцов съел более 40 килограммов мяса. Благодаря этой новой коалиции у сестер появилась уверенность в том, что самцы обеспечат им защиту, а братья укрепили свои шансы на спаривание и потомство. Сестры остаются вместе всю жизнь. Они родились на этой территории и будут жить здесь до самой смерти. Однажды они уже пережили захват и, возможно, переживут братьев, которых через 4-5 лет выгонит более молодой и сильный альянс самцов. Цель братьев – зачать новый помет и довести его до зрелого возраста. Затем сыновья покинут родительскую территорию, найдут собственный прайд и продолжат отцовскую линию рода в другой части. Дочери останутся с матерями. К 4 годам они будут готовы спариваться. К тому времени в этих землях и в этом прайде станут главенствовать другие самцы. Но пока что братья молоды, сильны и готовы всеми силами защищать свою территорию и свою семью. Вскоре у трех сестер начнется половая охота. В отсутствие малышей, о которых нужно заботиться, они проводят свои дни, практически ничего не делая. У братьев гораздо больше забот. Им нужно регулярно освежать свои метки и мощным рыком напоминать другим львам, что эти земли – их владение. Рык разносится в ночи на четыре с лишним километра. Пожилой сосед не отзывается. Ответ означает вызов, который ему ни к чему. У водопоя он застал врасплох водяного козла. Водяные козлы – не самая любимая пища львов из-за сальной пахнущей мускусом шерсти. Однако их мясо не хуже остального. К рассвету от добычи остались лишь кожа да кости. И все же самец охраняет останки. Известно, что львы охраняют свою добычу до двух дней, чтобы она не досталась падальщикам. Но ловкий чепрачный шакал укратко истощил кусок и сбежал незамеченным. Вниманием льва завладели африканские грифы, которых пребывает все больше и больше. В конце концов, он улегся отдохнуть и переварить пищу. Сытного угощения ему хватит на несколько дней. Пока старый самец кормился в одиночку, две львицы из его прайда тоже загнали водяного козла. Это самец. Четырем двухлеткам в прайде уже требуется не меньше еды, чем их матерям. Но туши 250-килограммового водяного козла хватит на всех. Обычно порядок питания определяет отец, но в его отсутствии молодняк и матери кормятся одновременно. Львы – единственные социальные кошки на Земле. Прайд – ядро их существования. Порой отдельные особи на несколько дней покидают семейную ячейку, поохотятся. Но они всегда возвращаются. Задача львиц – оберегать лежбища, охотничьи угодья и местные водопои, которые посещает добыча. Самцы охраняют всю территорию и защищают прайд от чужаков, никому не уступая права на самок. На территории трех братьев у одной из львиц начался эстральный цикл. Она демонстрирует это, оставляя остро пахнущую мочу. Один из самцов считывает ее состояние, учуя в запах выделений. В этом ему помогает особый орган обоняния на небе, в пасте. Процесс распознавания заставляет льва гремасничать. Так как братья – равноправный партнер альянса, иерархии отцовства у них нет. Право спаривания получает первый самец, обнаруживший самку в течке. Он помечает землю и кусты вокруг нее, чтобы обозначить свои привилегии. Следующие четыре дня он будет следовать за ней везде, куда бы она ни пошла. Львиная культура полна ритуалов. Она рычит на него, если не готова спариваться, и ластится в обратном случае. Прикусывая шею, самец подчиняет самку. Но как только он отпускает, она огрызается. Агрессия длится несколько секунд. И ритуал повторяется заново. Пока самка в течке, они спарятся больше двухсот раз. Но это не гарантирует, что он станет отцом помета. Всего одна из пяти течек увенчается беременностью. Эти ритуалы львы усваивают с детства. Львята в прайде старого льва упражняются в них каждый день. Церемония приветствия похожа на обычное выражение привязанности, но она исполняется в особой манере. Сначала они трутся головами. Затем облокачиваются друг на друга. А потом лежат рядом, соприкасаясь, укрепляя родственную связь. Привязанность – это доказательство членства в прайде и подтверждение крепких семейных уз, на которых держится прайд. Похожие связи не дают распасться и другим семействам парка Крюгера. Слоны принадлежат исключительному обществу, в котором самки сполочены на всю жизнь. Матери крепко привязаны к детенышам, и все самки помогают в их воспитании. Вожак стада – самая старая и крупная самка. Ее опыт выводит остальных на безопасные тропы, свежайшей воде и лучшей пищи. В поисках пищи слоны перемещаются очень тихо. Они ходят на цыпочках. Для этого у них есть амортизационная прокладка из жировой соединительной ткани. Мягкая подушечка заглушает любой звук, издаваемый ступней, например, когда слон наступает на ветку. Удивительно, насколько бесшумно ходят самые тяжелые животные на земле. Пока оно не помчится через кусты. Львы заповедника Крюгера не охотятся на слонов, но в глазах слоновьего матриарха все хищники опасны и их нужно прогнать, особенно если в стаде есть малыши. Слоны в основном погибают по естественным причинам. Например, от старости, после того, как стерли зубы до корней и больше не могут пережевывать пищу. Но порой слоны подхватывают смертельно опасные болезни, такие как заражение крови, сибирская язва или туберкулез. Пожилой самец со своим прайдом наткнулся на слоновью тушу. Целых три тонны мяса. Такой добычи хватит надолго. Согласно львиному этикету, старый самец кормится первым. Он вскрывает тушу острыми шестисантиметровыми клыками там, где шкура тоньше всего. Под передней ногой кожа тоньше сантиметра. В других местах, таких как спина и голова, примерно два с половиной сантиметра. Лев столько может съесть за один присест. Он не торопится, чередуя питание и отдых. Молодняк приступает к угощению. Между ними нет иерархии, и каждый пытается занять свою позицию у души. Как и отцу, им требуются передышки между приемами пищи. Три дня пиршества подошли к концу. Больше съесть они уже не смогут. слоновья туша достается грифам. Вскоре ее заполонили перья, клювы и копти. Грифы отчаянно дерутся за то, чтобы с головой окунуться в тушу и выхватить самые лакомые кусочки. Несмотря на репутацию падальщиков и пожирателей гнилого мяса, африканские грифы предпочитают свежатину. Белоспинный гриф способен съесть килограмм мяса всего за две минуты. Сотни грифов уничтожат 50 килограммов за три минуты. На исходе дня их время заканчивается. Неспособные видеть в темноте грифы не кормятся ночью. Поэтому они взгромоздились перед... Еда не потребуется львиному прайду еще несколько дней. Они отдыхают в прохладной тени у русла пересохшей реки. Однако, несмотря на недавнюю сытную трапезу, врожденный охотничий инстинкт заставляет львов преследовать стадо водяных козлов. Подушечки у основания стопы и под пальцами обеспечивают походке мягкость. Пятка и плюсна подняты. Шаги бесшумны, как у слонов. Львица движется, не спуская глаз со стада. Она выискивает менее бдительную особь или самую слабую. Юные львы следуют указаниям матери. Они залегли в тростниковых зарослях. Им не терпится поохотиться. Они учатся методам проб и ошибок. На этот раз их постигает неудача. Молодым львам предстоит многому научиться, прежде чем они смогут выслеживать и убивать добычу. На четвертый день мясо слона переварено, запасы энергии отложены в мышцах и используются для поддержания функций организма. Чтобы удержаться на пике формы, им снова нужна еда. Они перемещаются к небольшому водопою в пределах своей территории. сейчас полдень не самые идеальные условия для львиной охоты, но утолить жажду пришло много животных. Когда стада уходят, у воды остается самец водяного козла. Он настороже. Львицы получили шанс перекусить и занимают свои позиции. Прячаясь за термитником, одна из них занимает центральное положение. Вторая заходит с фланга, но козел вовремя поднимает взгляд и замечает ухо львицы, торчащей из-за термитника. Этого ему достаточно. Охотниц рассекретили. Появляется следующая потенциальная жертва бородавочник. с виду легкая добыча. Бородавочник гораздо меньше и медлительная львица. Даже если он ринется наутек, они смогут догнать и одолеть его. Львица с фланга прячется в пестрые тени кустарника. Центральная львица медленно продвигается на позицию за бревнами. Они выскакивают одновременно. Образцовая атака. Бородавочник оказался не такой уж и легкой добычей. Даже профессиональные охотники порой ошибаются. Всего 30% групповых атак заканчиваются успехом. Пока самки и молодняк ищут на кого поохотиться, пожилой самец патрулирует территорию и замечает, что леопард оставил добычу на дереве. Бесплатное угощение. Бери не хочу. Он пытается добраться до туши, но недооценивает высоту узкого ствола. Он дотягивается до развилки, но размеры и вес не дают ему взобраться выше. Ему недостает грации, ловкости и равновесия более мелкого леопарда. Гравитация неумолимо тянет неуклюжего старика к земле. Южно-африканские львы не лазают по деревьям, как их восточные и центрально-африканские сородичи. Полноправный владелец возвращается к своей добыче. В этой местности, где водится много львов и гиен, леопарды складируют трофеи на деревьях подальше от более крупных конкурентов. леопарды и львы обитают в одном ареале. Меньшему по размеру леопарду не под силу сражаться с более крупными кошками. Чтобы не пересекаться со львами, у него в запасе несколько стратегических ходов. Леопард избегает открытых львиных угодий, оставаясь в зарослях. Похоже, это несознательное решение. Оно вызвано присутствием животных, на которых охотится леопард. Обычно он охотится на добычу, которую легко затащить на дерево. Это живность от маленькой птицы до 45-килограммов импалы. Как и леопарды, львы часто посещают ареалы обитания своей любимой добычи. Это статные животные, которые предпочитают открытые зеленые участки, где можно пастись и где хищникам не спрятаться. Жизнь в стаде позволяет отдельным особям расслабиться и выполнять жизненно важные функции, пока остальные на стороже. Буйволы питаются в движении. Они ходят большими стадами, чтобы усилить бдительность и сократить вероятность того, что кто-то отобьется от стада. Самки и молодняк держатся внутри, а самцы образуют внешний фронт. Но такая организация шествия дорого обходится самцам, так как они становятся уязвимы для львов. В маленьких холостяцких грубках самцы буйволов уязвимы еще больше. Эти общины состоят из пожилых самцов и молодняка, которые не относятся к стаду. Не менее девяти часов в прохладное время суток они проводят в поисках пищи. А в жаркие часы они лежат в тени или охлаждаются в грязи и воде. Буйволы покрывают свою шкуру слоем грязи. Вода быстро испаряется, но грязь высыхает и пристает к коже надолго. Львы, как и все млекопитающие, должны поддерживать определенную температуру тела. Они не любят воду и не будут лежать в ней, чтобы охладиться. Вместо этого они тяжело дышат, вбирая воздух через нос и выдыхая через рот. Воздух быстро проходит через носовые пути над языком и в легкие, вызывая испарение влаги с этих органов и охлаждая тело изнутри. Отдых по 20 часов в сутки также способствует понижению температуры тела в жару. Вторая львица из сестринства готова спариваться. Как и за ее сестрой, за ней будет неотрывно следовать первый самец, который почуял ее готовность. Можно надеяться, что обе сестры забеременеют вместе и принесут потомство почти одновременно. Они поделят родительские обязанности и обеспечат детенышам наилучший уход. На территории пожилого льва обе львицы заботятся о подрастающем потомстве. Львята больше не питаются молоком, но до тех пор, пока они не смогут охотиться, они зависят от своих родителей, которые их кормят. Чем больше животное, тем больше мяса и тем дольше промежутки между охотой. Прайд положил глаз на жирафа весом в тонну. Но охота на жирафа сопровождается редкостными трудностями. Для начала его высотой. Возвышаясь над землей на 6 метров, жираф имеет превосходный обзор окрестностей. Гигантские 20-сантиметровые копыта мощных двухметровых ног могут одним пинком переломать хищнику кости. И, наконец, размеры. Львы убивают крупную добычу, набрасывая животному на спину, сбивая его с ног. Спина взрослого жирафа 3 метра в высоту. Это огромное расстояние для прыжка и захвата. Но эти козыри против львов порой мешают жирафу. Он развивает скорость не больше 56 километров в час и не может убежать от хищников. Этим тактическим преимуществом воспользовался львиный прайд для ночного нападения на жирафа. Сначала они поедают огромные внутренние органы жирафа. Десятикилограммовое сердце, двадцатикилограммовые легкие и семидесятиметровый кишечник. Затем они принимаются за мясо. Они то и дело останавливаются передохнуть и поспать. Как и в случае со слоновьей души, пиршество продолжается несколько дней. Затем наступает перерыв. начало лето приносит с собой первую бурю, которая прогоняет зимнюю засуху. Национальный парк Грюгера находится в южном полушарии. здесь сезон дождей идет с октября по май. Благодаря ему появляется зелень, юные побеги и свежие листочки. Изобилие пищи открывает сезон деторождения у многих травоядных видов. дни и вечера становятся теплее. Детенышам не приходится терпеть морозной зимней ночи. Высокая зеленая трава и густые кусты обеспечивают хорошее укрытие молодняку. А изобилие новорожденных в стаде гарантирует выживание большего количества детенышей. Рождение львят не приурочено к сезонам. То, что одна из сестер родила летом обычное совпадение. Этим детенышам один месяц. Мать вывела их на открытый участок. они научились ходить через 15 дней, а бегать через месяц. Несмотря на невозмутимый вид, чувства львицы обострены. Она прислушивается к любому необычному звуку или сигналу тревоги от птицы или животного. она не ждет, пока кто-то появится, а уводит детенышей в безопасные заросли густой травы. Если буйволы обнаружат детенышей, они затопчут их до смерти. Но они не учуяли и не увидели ни малышей, ни их мать. И стадо движется дальше. Когда буйволы оказываются на безопасном расстоянии, детеныши могут поесть и поиграть. Их рост зависит от качества и объема жирного материнского молока. Оно образуется из большого количества потребляемого львицей животного жира. Львы способны усваивать почти весь съедаемый животный мир. Следующие девять месяцев детеныши будут питаться только материнским молоком. Будучи слишком юными и наивными чтобы понимать правила окружающей среды они живут и играют в своем собственном мирке под охраной матери. Для сестер и коалиции братьев рождение этих детей отметило начало нового наследия. на соседней территории детенышам старого самца исполнилось по два с половиной года. Вскоре юные самцы покинут отцовский прайд, чтобы самостоятельно строить свою жизнь. Их мать беременна и она будет посвящать свое время новым детенышам. Юным самцам придется искать пищу самостоятельно. Знания легко усвоить в теории, но трудно применить на практике. В результате молодняк по большей части остается худым и голодным. Теперь они едят все, что найдут. Медлительная сухопутная черепаха отличная цель для легкого перекуса. Но ее мало. Найдя брошенную тушу, они питаются падалью, невзирая на то, сколько она пролежала. В их желудке образуется высокая концентрация соляной кислоты. Она расщепляет белок и уничтожает опасные бактерии, которые находятся в разложившейся плоти. Один из юных самцов находит слоновью тушу. Он подкрадывается к ней урвать кусок, пока владелец отдыхает. Кровь один из самых питательных элементов животного. Его легко пить, им легко восполнить энергию. Грифы и гиены тоже обнаружили душу. Молодой лев не может сражаться с ними. Они превосходят числом и общими силами способны его одолеть. Он возвращается к братьям. Как всегда, привязанность и ласка укрепляют узы. Эта связь неразрывна. Они вырастут и образуют мощный альянс, найдут собственную территорию и наплодят детенышей. Но это будет через два года. Пока старый отец не выгонит их со своей территории, они останутся в относительной безопасности его земель, которые он защищает от вторжений. Вдоль пересохшего русла запасы грунтовых вод питают небольшой островок зелени. Здесь львица мать держит подрастающих детенышей. Их осталось двое. Одного львенка убила гиена. Им три месяца и они все еще кормятся материнским молоком. Лежа рядом с матерью и чувствуя ее тепло и сердцебиение, они чувствуют себя спокойно и уверенно. Отцы не принимают участия в их воспитании, но играют огромную роль в обеспечении безопасности. Братья должны отгонять чужаков и хищников. к 4 месяцам, когда львята окрепнут и смогут преодолевать более длинные расстояния, мать разрешает им следовать за ней. Прогулки и бег способствуют развитию и укреплению мускулатуры. Львята общались с отцами на протяжении двух месяцев. Они быстро поняли, который из трех братьев терпелив, а который нет. Более покладистый лев позволяет играть с ним. Жизнь прайда вращается вокруг львят. Матери возвращаются с охоты, чтобы накормить их. К ним присоединяются отцы, которые не патрулируют территорию. Находясь под присмотром взрослых, львята самозабвенно резвятся. Сыновьям пожилого льва исполнилось почти три года. Они покинули его территорию и теперь кочуют по территориям других львов, стараясь не привлекать внимания, чтобы сохранить жизнь. За последующие несколько лет они пройдут сотни километров по заповеднику Крюгера, укрепляя свою коалицию, охотясь при любой возможности и обучаясь убивать крупную добычу. Братья обнаружили одинокого старого буйвола. Они знают, как напасть на него. Нужно прыгнуть ему на спину и постараться повалить на землю. Но они еще юные. Их 120-килограммового веса недостаточно, чтобы матерый 900-килограммовый бык согнулся под их тяжестью. Они не бросают настойчивых попыток. спустя пять часов буйвол еще на ногах. На его шкуре лишь царапины и укусы. Молодые львы сдаются. Охота окончена. Они потратили огромное количество энергии в попытках одолеть крупное животное. Но это оказалось им не под силу из-за нехватки веса и опыта. Спустя годы они научатся на своих ошибках, будут наращивать силу и мощь. Они найдут или захватят территорию далеко от земель своего семейства и возглавят собственный прайд. Так живут львы в Национальном парке Крюгера на протяжении веков. под охраной человека и под влиянием естественного жизненного цикла каждый прайд обустраивает свое пространство территорию с исключительным правом владения свою собственность в этой необъятной земле хищников. Программа озвучена на студии Велес текст читал Олег Белов Белов Текст Крюгер Текст Продолжение следует...